1 марта мэр Эрландос Галагус дал интервью редакции ТТС, в котором отверг претензии некоторых республиканских СМИ по поводу его обращения к висагинцам в связи с войной на Украине, а также рассказал о том, как наш город встречает беженцев из этой страны. Здравствуйте, уважаемый мэр. Добрый день. Ваше обращение к жителям на пяти языках вызвало одобрение висагинцев, как тех, кто является вашими однозначными сторонниками, так и тех, кто не всегда согласен с вашей позицией. И тем более была удивительна реакция республиканских СМИ на вашу позицию. И как вы объясните то, что даже возникло некоторое осуждение ваших слов? Я думаю, что, во-первых, хотел сказать, что, конечно же, это не все республиканские СМИ такую реакцию проявили. И, наверное, это все-таки, обращаюсь и к журналистам, не совсем честная работа, потому что, когда вычленяется определенная только фраза и не показывается весь сюжет, то можно и людям подумать, что было сказано то или иное. Наверное, я виноват в том, что не абсолютно четко сказал и выразил свою мысль, что можно было так интерпретировать. Но это дело совести журналистов. Я здесь абсолютно уверен, как и я, так и Совет, так и наш город, самый безопасный город в Литве. Мы понимаем, что происходит, понимаем, что воюют две независимых государства, два независимых государства, и никак интерпретировать иначе этого ни в коем случае нельзя. И мы готовы принять тех людей, которые от этого пострадали. И даже независимо от того, это только из Украины или даже те люди, которые с России, которые и из Белоруссии, которые не поддерживают такие действия, которые производят их центральные власти. Может быть, вы все-таки поясните, не все люди читали, какие именно слова, какое именно предложение было интерпретировано неправильно? Я, обращаясь ко всем, ко всем жителям всех стран, говорил о том, что это братоубийственная война, это война между двумя исторически связанными народами, и это как бы, как гражданская война. Можно. Я обращался эмоционально для того, чтобы люди сделали все возможное, чтобы это прекратить. И это было вот эти как, было вычлено, убрано, и дано мнение, что мэр города Висагинос считает, что это гражданская война. Вчера состоялась встреча в самоуправлении, собрались члены совета. Какие вопросы обсуждались на этой встрече? Я также, во-первых, информировал всех членов совета, какие меры предприняты в нашем самоуправлении, какие действия уже сделаны для того, чтобы подготовиться к возможному притоку людей в наш город. И также обратился, что если какие-то другие идеи, что еще не сделано, что, может быть, забыли, что нужно сделать, обсудили. И одно из решений мы в том же совете сейчас найдем средства и перечислим нашему городу побратимому на Украине денежные средства в размере, договорились, 25 тысяч евро. Хорошо. А хотелось бы еще, если можно, узнать о том, какие помещения могут быть предоставлены беженцам с Украины? Может быть, я о всех решениях расскажу. Первое, что обязательно медицинская помощь людям, которые приехали, вполне вероятно, и приедут без оформленных окончательно документов, без страховки, без, может быть, даже денежных средств. Этим будет заниматься наша больница. И в приемном отделении их примут, окажут необходимую медицинскую помощь, выпишут рецепты. Если у людей есть возможность купить эти лекарства, то, конечно, это они и сделают. Если нет, то на первое время мы сможем им дать эти лекарства и бесплатно, потому что больница готовится к этому. У нас медикаментов сейчас, считаем, не менее, чем на месяц есть запасы. Что касается людей, которые приедут, им нужна будет помощь как гуманитарная, так и психологическая, юридическая и, может быть, даже и социальная. Здесь договорились с отделением Висагинуса Красного Креста. Они будут ответственны за координацию этих действий. Мы со своей стороны, как самоуправление, предоставим им специалистов как по юридической помощи, так и по социальной помощи, социальных работников. И, конечно же, психологов, которые вполне вероятно людям понадобится и какая-то психологическая помощь, потому что стресс очень и очень большой. Хочу очень поблагодарить наших жителей. У нас откликнулись люди, как и по гуманитарной помощи, собрали действительно большое количество предметов, которые необходимы. Сейчас это пока приостановлено. Спасибо большое. Но когда нужно будет, Красный Крест опять объявит какую-то акцию, потому что по всей стране было собрано настолько много, что пока приостановили, чтобы узнать уже реальную необходимость и предоставлять именно то, что необходимо. Также мы получили очень много людей, которые изъявили желание принять семьи беженцев. В том числе, кстати, и я это сделал и призываю всех это сделать. Если людям нужна будет помощь, мы должны быть готовы им это предоставить. И со стороны самоуправления планируем, что тех людей, которые не в семьях будут жить, мы будем поселять как и в доме самостоятельного проживания. Там есть четыре комнаты на сегодняшний день, не заняты. И в центре помощи семьи и ребенку. Там есть 17 мест, где могли бы. И, конечно, наш лог. И также хочу поблагодарить наших представителей бизнеса, которые первые же самые дни откликнулись и предложили свою помощь. Это и Метерий Турас предложил свои услуги для перевозки. Это и ресторан-кафе «Третий блок», который предложили до 15 человек в месяц кормить бесплатно. Сегодня в 10 часов я встречался со всеми представителями нашего города, представителями бизнеса. Они все готовы помочь, чем нужно. Но на сегодняшний день ситуация такая, пока мы еще не знаем ни сколько людей к нам приедет, ни что для них нужно будет. Поэтому договорились, что будем контактировать и по мере необходимости помощь мы однозначно предоставим. Украинское общество как-то участвует? Да, мы беседовали и с председателем украинского общества, выслушали те, скажем, какие-то, может быть, опасения, может быть, какие-то есть недовольства или какая-то реакция на наших жителей. Здесь, по ее словам, очень не надо в нашем городе искать ведьм. Наш город тот город, который всегда был безопасный, который всегда работал на благо нашей страны, и здесь всегда совмещали свои интересы, и мирно жили все народности. И очень обидно, очень обидно, когда в комментариях каких-то журналистов или каких-то людей наш город упоминают как пятую колонну. Он не был и не будет таким городом. Висагинас уже принял четыре семьи беженцев из Украины, и в ближайшее время мы расскажем о том, как они обустроились в нашем городе. Продолжение следует...